Сейчас от человека, который всю свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней. Профессор Валерий Семенов, автор свыше 750 научных публикаций. Под его руководством подготовлены 6 докторов и 27 кандидатов медицинских наук. Создана научная школа и новое направление в лечении пациентов с инфекционной патологией. А в непростой ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом, профессор возглавил научную группу, которая менее чем за месяц создала отечественную тест-систему для определения COVID-19. Разработку витебских ученых, которые без выходных и днем, и ночью проводили время в лабораториях, оперативно сертифицировал Минздрав. Наш репортаж из Витебска. Моя трудовая книжка связана с родным альбоматором, которому я посвятил всю свою жизнь. Витебский государственный медицинский университет, по моему мнению, самый лучший. Разработки очень хорошие по иммунологии проводятся и в области хирургии. Эта разработка, несомненно, должна была быть именно в медуниверситете. Почему? Потому что человек, который видит и пациентов, и видит проблемы с диагностикой и лечением, он лучше подготовлен к тому, что нужно, в какой момент разработать. Эта система – это четыре плакончика, она выглядит именно вот так. В эту систему входят ингредиенты, которые обычно используются полимеразно-цепной реакцией, то есть та, которая сегодня доминирует во всей диагностике не только данного мируса, но и других заболеваний. Но в то же время в эту систему входят и самоконтролирующие элементы, такие как внутренний контроль, положительный контроль и отрицательный контроль. Мне очень приятно, что со мной рядом вот те люди, которые являются авторами этой тест-системы, которые по 18 и больше часов работают ежесуточно, и которые сделали эту тест-систему. Целый ряд предприятий Республики Беларусь, которые перестроились, по крайней мере в пластиковых, всех необходимых этих пробирок, посуде, мы уже не нуждаемся. И, наверное, нет худа без добра, потому что раньше ведь подобные тест-системы готовили, всегда что-то закупалось там, то ли в России, то ли в других странах. А теперь мы уже, ведь все равно что-то закончится, и надо будет тест-системы на те инфекции, которые у нас останутся. И мы сегодня, по крайней мере, в Республике будут решены этот вопрос. Я бы выразил благодарность всем врачам нашей страны, которые не боятся, и которые работают порой и суточные, и дальше продолжают работать. У нас очень хорошие люди в нашей стране, а врачи, они все должны быть самыми добрыми.